По мнению специалистов, причиной резкого роста заболеваемости молодого населения гриппом и ОРВИ в нашем регионе стала недостаточная вакцинация. Если говорить точнее, многие родители в письменной форме отказались от того, чтобы их детям в школах делали прививки. В связи с низкой посещаемостью в 23 образовательных учреждениях на карантин был закрыт 71 класс. Полностью остановлен учебный процесс в четырех школах и двух детских садах Рязани. В настоящее время в Рязанской области отмечается рост заболеваний ОРВИ и гриппом. На фоне сезонного подъема с третьей недели пошел прирост темпов заболевания. И сейчас в процесс вовлечены дети до 14 лет, 7-14 лет школьного возраста. Они составляют большую часть из числа заболевших. На 15% превышены пороги по итогам пятой недели. Текущего года. Но ситуация, она как бы так и прогнозировалась. Мы ожидали прирост заболеваемости и эпидемический подъем со второй половины января. Он оправдался. По результатам лабораторного мониторинга выделяются как вирусы гриппа В, так и А, и вирусы негриппозной теологии. То есть эпидемия, если она начнется, будет носить смешанный характер. Но, в общем-то, проводятся мероприятия, которые направлены на предупреждение распространения заболеваний в организованных детских коллективах. Это уже в третий год мы применяем такую практику, как приостановление учебного процесса. В 2014 году период вакцинации выполнен сентябрь и октябрь месяцы. Теперь, как говорится, поздно пить боржоми. Как обезопасить себя и своих близких от сезонных инфекций знают все от мала до велика. И все же, повторение, великая мать учения. Профилактику надо проводить задолго до февраля и марта. То есть профилактика вирусных инфекций и профилактика болезней иммунной системы. Это профилактика, что называется, с рождения и до смерти. Круглогодично должна проводиться. Это должно быть и хорошее питание, это дозированные физические нагрузки, это умение правильно болеть, когда любую болезнь нужно вылежать. То есть 3-4-5 дней нужно обязательно провести дома. На работу ходить не нужно во время болезни, поскольку это резко повышает частоту осложнений. Второе – это, конечно, достаточное количество витаминов в питании. Фрукты, овощи – это самый лучший источник витаминов. Для профилактики вирусных инфекций большое значение имеет мытье рук. На руках огромное количество вируса. Человек потрет нос, потом поздоровается с кем-то, передаст вирус и так далее. Это, конечно, индивидуальное средство защиты, это маски. И ограничение контактов. В период подъема заболеваемости не следует ходить по магазинам, театрам, кино и так далее.